Составляю график отпусков. Тебе месяц на какую букву? На И. Ладно, в январе пойдёшь. Шла сегодня по торговому центру. Идёт женщина в футболке с надписью «Я дура». Вот думаю, странная. Даже оглянулась. А сзади надпись «Ты тоже». Стоит мужик дома перед зеркалом. Одевается. Примеряет то один костюм, то другой. Всё ему не нравится. Заходит жена. «Что делаешь?» «Ты знаешь, дорогая, — начал мужик, — меня вызвали в налоговую инспекцию. И вот думаю, какой костюм лучше надеть. Если какой-нибудь дорогой, то могут возникнуть вопросы. Откуда деньги на такую дорогую вещь? Поэтому думаю надеть какой-нибудь простенький, дешёвый костюм. Они посмотрят на меня и подумают, что я бедный. И, возможно, сильно докапываться не станут». Жена улыбнулась и говорит. «Перед нашей свадьбой я спросила свою маму, какую ночнушку надеть в первую брачную ночь. Шёлковую или хлопковую? Узорную или попроще?» Знаешь, что она мне ответила? «Что?» «Вообще не парься по этому вопросу. Надевай любую. Всё равно поимеют». Чем старше становишься, тем больше свидания начинают напоминать собеседование. Согласно правилам нашей фирмы, вы никому не должны разглашать величину вашей зарплаты. Да я, собственно, и не собирался позориться. Чем меньше должность, тем заметнее твое отсутствие на рабочем месте. Продолжение следует...